Как действуют ингредиенты, которые заявлены в составе косметических средств, шампуней, понятны только профессионалам. Сегодня спросим совета у специалистов, что должно быть на первом месте из компонентов и как они действуют. Что должен обыватель увидеть на своем шампуне? Если вы делаете выбор самостоятельно, в магазине, при выборе продукции, нужно обратить внимание на отсутствие лаурет-сульфат натрия. Он не должен быть вообще в составе. Это самое агрессивное вещество, которое пагубно влияет как на кожу головы, так и на сами волосы. Попадая внутрь организма, он неблагоприятно влияет даже на работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому в первую очередь должна быть 98% состав воды. Остальные компоненты – это ухаживающие, восстанавливающие или очищающие. Но лаурет-сульфат натрия не должно быть шампунем. На сегодняшний момент очень модными и популярными являются бисульфатные шампуни. Они идут, опять-таки, на основе воды, но компоненты, которые заменяют агрессивные вещества, идут в вытяжке из масел. Ваши «за» и против сухих шампуней? Ну, больше, наверное, «за», но главное не злоупотребляйте этими шампунями, потому что они подсушивают кожу головы. Но для тех людей, у кого жирная кожа головы, и которые, может быть, в какой-то момент не успеют помыть голову, то ими можно пользоваться. Но самое главное – не переборщить. Они как бы работают как ассорбенты. Они тянут на себя все, что есть в волосе. Если мы будем пользоваться ими часто, тогда волосы будут пересыхать.